Медицинский туризм это одна из самых быстро развивающихся отраслей, которая растет и развивается, несмотря даже на пандемию, вызванную коронавирусной инфекцией. И перспектива для любой страны здесь в двух ключах. Первое, это конечно развитие международной репутации системы здравоохранения страны. И второе, это развитие внебюджетной деятельности для медицинских организаций этой страны, в нашем случае Российской Федерации. И любые новые возможности, особенно на государственном уровне, конечно должны быть сопряжены с построением матрицы рисков с целью их управления. И в рамках матрицы рисков в медицинском туризме принято говорить о финансовых рисках. И финансовые риски кроются как раз в системе ценообразования. Из всех стран мира, которые развивают медицинский туризм и экспорт медицинских услуг, только одна страна Российская Федерация имеет пресс-курант для иностранного пациента, такой же как для россиянина, для национального пациента. Это, конечно, кроет в себе ряд рисков. Например, другие страны, такие как Турция, Корея, Израиль, Германия и в принципе страны-лидеры медицинского туризма всегда имеют люфт или наценку от базового прайса для иностранцев 30-50, а то и более процентов. В России иностранный пациент, иностранный гражданин получает медицинскую помощь по тому же самому пресс-куранту, что и россиянин, когда мы говорим про государственные медицинские организации. Итак, какие финансовые риски несет медицинская организация при этом? Первое – это риски, связанные с отчетно-учетной деятельностью. Речь идет про миграционный учет. Некоторые стационары не знают, что иностранный пациент, который поступает хотя бы на сутки, должен быть в течение 48 часов зарегистрирован по линиям миграционного учета. Должен быть поставлен миграционный учет, а впоследствии снят с миграционного учета. Штрафы крайне высоки. Это штраф от 400 до 500 тысяч рублей на медицинскую организацию, плюс от 40 до 50 тысяч рублей на должностное лицо по каждому факту выявления нарушения в области миграционного учета. Следующий риск – это финансовая несостоятельность пациентов, медицинских туристов. Она бывает двух видов. Когда изначально иностранный граждан понимает, что он не в состоянии платить весь комплекс медицинских услуг, и изначально ведет такую нелегальную деятельность. И второй вариант – это когда иностранный гражданин не рассчитывал на ту сумму, которая получилась. Например, объемом операции оказался гораздо больше, и что требует более крупные суммы для оплаты медицинских услуг, на что не рассчитывал пациент, например, из бывших союзных республик и Средней Азии, для которых лечение в России – это не дешевое удовольствие, как для европейцев, а наоборот – это достаточно дорого, поэтому они приезжают, имея на руках, как правило, сумму точную, ту, которую озвучили при предварительной консультации медицинской организации. Поэтому в этом случае необходимо понимать, что порядка от полу до полутора процентов иностранных граждан, особенно с СНГ, могут быть впоследствии полностью финансово-нестоятельными или частично финансово-нестоятельными. Такие риски обычно закладываются в ценообразование. Следующий риск – это финансовый риск, связанный с приглашением иностранного пациента, иностранного медицинского туризма по линии МВД через оформление визы для прибытия в Россию. В этом случае медицинская организация несет всю полную ответственность за такого иностранного гражданина, который будет пребывать на территории РФ. Если он не прибудет на медицинскую помощь, если он нарушит законодательство РФ, и даже в случае ухода из жизни, например, после операции, летальный исход, медицинская организация должна будет за свой счет обеспечить репатриацию тела. Это достаточно серьезная финансовая нагрузка, особенно для стационаров, особенно для таких рисковых нозологий, как кардиохирургия, как нейрохирургия, спинальная хирургия, такие как онкология. И последний финансовый риск – это риск низкой маржинальности. Он связан с активной деятельностью агентств медицинского туризма, которые желают работать с медицинскими организациями и просят за свою работу, за привлечение иностранных пациентов от 10 до 15% комиссионного вознаграждения. Если отнять от маржинальности 10-15%, то вполне возможно, что такая работа, с учетом изложенных выше рисков, становится крайне низкомаржинальной, если вообще окупается. Вот такие финансовые риски существуют при работе с иностранными пациентами, с выходом на зарубежный рынок и ими стоит управлять. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова